Здравствуйте! У нас в гостях Владимир Шаверин. Здравствуйте, Владимир Айзикович. Давайте сегодня поговорим о формировании коллектива. Спасибо, хороший, интересный вопрос. Я бы на него ответил следующим образом. Вот в этом мире, в котором мы живем, есть броуновское движение, хаотичное. И есть движение под названием синэнергия, упорядоченное. Когда энергия каждой частицы вкладывается в общий поток. Вот коллектив может быть броуновским, когда каждый за себя, каждый своим, так сказать, занимается делом. Особенно тогда, когда человек приходит просто, что называется, отрабатывать свои деньги. И коллектив, объединенный общей целью, общей задачей, общими ценностями. Вот это синэнергия. Текучка кадров является ли лакомсовой бумажкой? Какое, все-таки, движение присутствует в коллективе? Вот здесь тоже, что называется, полка о двух концах. Текучка кадров, с одной стороны, может говорить о том, что руководитель коллектива не ценит своих работников. И они от него, так сказать, разбегаются. Им не интересно в этом коллективе быть. И текучка кадров может быть признаком как раз того, что поставлена очень конкретная, четкая цель. Руководитель знает, чего он хочет добиться. И люди, которые не в состоянии в этом потоке вместе со всеми идти, они будут выпадать. Внешне это одно и то же, казалось бы, люди приходят и уходят. Только в одном случае это броуновская, собрались, разошлись, ушли. В другом случае это формирование коллектива. Есть ядро, к этому ядру начинают присоединяться, присоединяться, присоединяться те, кто соответствует этим задачам. Поэтому вопрос опять, во многом это зависит от руководителя, насколько у него четкие, ясные, конкретные цели. Раз. Насколько он способен к этим целям подвигнуть и работников, которые в коллектив приходят, сделав свои цели, его цели, целями этих сотрудников и работников. Когда люди работают с удовольствием, с удовлетворением, с радостью, тогда, естественно, задачи, которые перед таким коллективом стоят, они гораздо быстрее и эффективнее решаются. Спасибо, Владимир Разикович, за интересную беседу. Мы продолжаем.